Знакомство с ТОП-10 самых популярных в интернете достопримечательностей Бреста начнем с церкви воздвижения Святого Креста. Она замыкает десятку. Фарный костел построен в 1856 году и признан одним из самых красивых в Брестской области. В 2002 году храм вернули католической церкви. Строчки рейтинга с 9 по 6 включительно занимают православные святыни. Это Свято-Воскресенский собор, построенный к 50-летию Победы и расположенный в микрорайоне Восток, а также старейший храм Бреста – Свято-Семеновский собор, в котором даже в годы оккупации велись богослужения. А вот на улице Советской расположены сразу две достопримечательности из ТОП-10. Это Свято-Николаевская братская церковь, построенная в 1904 году на многочисленные пожертвования офицеров и моряков, участников русско-японской войны и памятник Тысячелетия Бреста. Соответственно, седьмая и пятая позиции рейтинга. К слову, саму улицу Советскую горожане отмечают в числе своих любимых мест в городе. В Советской больше всего здесь времени проводим. Красивая, ухоженная улица. Треская крепость мне нравится. С ребенком удобно гулять. Советская очень красивая улица. За последнее время на ней очень приятно гулять по этой улице. Вечером хорошо есть кафешка, где где посидеть. Я люблю вообще свой город. Мне нравится свой район. Я живу на Вульке. Очень хороший район. Я люблю бывать на своей даче. Мне она очень нравится. Вообще люблю свой город. Парк. Это такое советское так проходное место, но и грибное, потому что там часто проходят какие-то мероприятия, концерты, плюс на роликах покататься. Бреста советская. Очень любим гулять здесь и ходить. Просто пройтись в кафе, посидеть. Очень нравится. Мне больше всего нравится, наверное, сейчас пока что набережная. Правда, она сейчас еще достраивается, более приглядный вид приводится. Потому что там можно спокойно прогуляться, есть деревья, вид хороший тоже. Очень хорошо. Православных святынь в топ-10 больше всего целых 4. Свято-Николаевский гарнизонный собор, фундамент которого был заложен еще в 1851 году, занимает шестую строчку. Пережив все самые тяжелые и трагические моменты вместе с Брестской крепостью, храм стал духовным и патриотическим памятником не только города, но и всего белорусского народа. На четвертой позиции Брестский музей железнодорожной техники, открытый в 2002 году. В экспозиции более 60 образцов и большинство экспонатов действующие. А вот музей Берестия в поисковиках и российских пользователей, и белорусских занимает третью строчку. В центре экспозиции уникальный археологический раскоп 13 века. Сегодня музей готовится к тысячелетию и через год предстанет в обновленном виде. Для Бреста это место – колыбель. Это знаковое место не только для Бреста, но и для всей истории нашей Белоруссии. Потому что музей Берестия является уникальным музеем и считается единственным музеем востучеславянского, вседневекового города вообще в мире. Потому что мы здесь можем увидеть нашу историю подлинную. Чем славен музей? Подлинниками своими. И наш музей Берестия никакой, он просто весь из подлинников. В запросах пользователей Рунета и Байнета первую строчку рейтинга безоговорочно заняла Брестская крепость. И пусть всебелорусский символ Беловежская пуща скромно расположился на втором месте, легендарная цитадель не один десяток лет бьет все рекорды не только по посещаемости, но и по числу проводимых здесь знаковых мероприятий. То, что Брестская крепость востребована, это очень важно. Важно, что мы не подводим тех, кто причастен к ее истории прежней, и лишний раз убеждаемся в том, что мы на правильном пути. На правильном пути во всех своих направлениях музейной деятельности. И приему посетителей, по их обслуживанию, по расширению доступа к нашим историческим ценностям. Те музейные объекты, о которых мы говорили, которые известны, и Музей обороны, которому уже 60 лет, и наши новые экспозиции, открытые и в 2014 году, и в 2017 году, мы понимаем, что то, что мы и сделали, это очень важно. Каждое из мест нашей историко-культурной десятки уникально по-своему. Вместе это увлекательный туристко-краевический маршрут, который был бы интересен не только гостям из-за рубежа, но и горожанам. Тем более, в канун тысячелетия Бреста. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.